С вами проданные новости доты. Бэтбум разрывает группу мажора. Сэп заявил, что Олджи мертвы, но он ушел в мид. Спирит и панды заливают катки и находятся на грани вылета. Валв могут продать права на трансляцию всего МТА. Поскольку мейджор у нас проходит в Азии, начну сегодняшний выпуск с новости оттуда. Пьюр наиграл уже столько пабов, что переместился в рейтинговую таблицу данного региона и сразу же занял первую строчку. Однако эта новость внезапно не об игроке Бэтбум. Взгляни-ка вот сюда. Никнейм Кинг. Тебе о чем-то говорит? А как насчет Сатаник? Что, впервые слышишь? Тогда знакомься. 15-летний Алан родом из Татарстана. Никнейм Сатаник. Он переехал с родителями во Вьетнам в возрасте 6 лет, поэтому и катает на Азии. В доте Алан с 7 лет. Позиция Кэрри. Сейчас у него 11 тысяч ММР. При этом Алан отлично говорит по-русски, потому что живет в русскоязычном микрорайоне и ходит в русскую школу. Также он регулярно стримит на Твиче под своим ником. Судя по всему, у нас подрастает будущая мировая звезда доты родом из России. Его уже даже звали в азиатские прокоманды, но из-за школы пришлось отказываться. Впрочем, по словам самого Сатаника, его цель стать продотером. Это лишь дело времени. И к слову о продотерах из России. Бывшая команда одного из главных фигурантов моего 322 расследования Альберки объявила о дисбанде. Я сейчас, конечно же, говорю о Сайберкэтс. Орге стоит отдать должное. Поначалу они сильно защищали Альберку. Однако, чуть позднее, состав был кардинально изменен и от 322 шера избавились. Только новая пятерка, которая считалась сильной и перспективной, не смогла даже удержаться во втором дивизионе. На всякий случай, вот эти ребята. Многие ники мелькали в разных топ-оргах. От Virtus.pro до BadBoom и Na'Vi. Видимо, вместе они не стакнулись. Ну, а организация от этого тильтанула и объявила об уходе из доты. Что тут сказать? Минус тир-2 организация. В СНГ таких осталось не так уж и много. А еще у кого сейчас осталось немного, так это дота-рэперов. Тут еще есть олды, которые помнят товарища под ником Денис Элем. В году в 2015 он навыпускал треков о доте. А самый известный из них посвящен Na'Vi. Отстайл ходил за хлебом. И рвал на балонаре скороходов. Круто сапил, врал, что не очистен маме. Так вот, прикинь, после ухода из доты этот Денис начал негласно писать тексты песен для разных блогеров, тиктокеров и прочих медийных личностей. В музыкальном мире это называется гострайтинг. В частности, он написал для Лизки дисс на Атеву на 32 миллиона просмотров и дисс на Фейса на 24 ляма. Для Вали Карнавал он сочинил трек «Психушка» на 42 ляма и «Пора домой» на 18. А для ее подруги Гаврилиной песню «Жужу» на 18 лямов. Чтобы ты понимал, 10 лямов просмотров на ютубе это уже всероссийский хит, а 30-40 это буквально играет из всех щелей. И это только малюсенькая часть работ Дениса Лема. В недавнем ролике он рассказал, что является гострайтером для целого ряда российских исполнителей. Слипи, Ханзе и Овик, включая их совместный трек с Тимати, Рамиль, Камбулат, Горный, Амура, Тенейдж, десятки топ-треков для Мевла и для Канги. Все это Денис делал во время работы на творческое объединение Legacy Music. Недавно он с этой компанией поругался, поэтому-то и рассказал темную историю своего гострайтинга. Что ж, надеюсь тебе было интересно узнать о столь необычной судьбе человека, начинавшего карьеру с Дота Рэпа. Вместе со стартом Мажора Габен объявил глобальную распродажу в Стиме. Игра года Elden Ring, скидка 30%, City Skylines 70%, Terraria 50%, Tekken 85%, Control 75%, Hollow Knight 50%. Количество годноты реально зашкаливает. Есть тут и новинки вроде Bratata или OnlyUp, в которые сейчас все стримеры катают. Но Морф, а как это все купить? Стим же в России сейчас нормально не пополняется. Почему это? Еще как пополняется. Заходишь на Steam Balance по ссылочке в описании, указываешь логин, сумму пополнения и способ оплаты. Тут российские карты, киви, да и хоть с мобилы можно. После оплаты деньги придут на Стим моментально. Это проверено не только мной, а и тысячами юзеров. Вот, почти 4К живых отзывов о проекте. И еще, теперь через Steam Balance можно пополнять не только Steam, а и баланс других популярных игр. Вот, например, выбираешь Brawl Stars, нужное количество гемов, указываешь игровой айдишник, оплачиваешь и моментально получаешь их на свой баланс. Короче, работает все точь-в-точь как со Стимом. То же самое с кристаллами Геншина и всеми другими играми, показанными на твоем экране. Да и цены приятные, дешевле вряд ли где-то найдешь. А еще у Steam Balance есть группа ВК с постоянными розыгрышами. Подписывайся и участвуй, это бесплатно, ссылочка тоже будет в описании. В общем, ты понял, бегом по ссылке и пополняй баланс Стима, а также других популярных игр без заморочек. Ну что, игры Балийского мейджора идут вовсю, давай поведаю, что к чему. Для начала, стоит сказать, что организация ивента это настоящий шок. Причем я это сейчас говорю в положительном ключе. Ты знаешь, как я люблю критиковать оргов, но здесь это неуместно, по крайней мере на данный момент. Игры идут по расписанию, ребята живут просто в королевских условиях. Это огромная территория, на которой находится просто большущее количество развлекалов. Здесь это главное испытание, не обращать внимания на все вокруг и играть в доту. То есть тут победит вот самая спортивная в этом плане команда, которая не будет обращать внимания на вот весь этот чил, но очень сложно не обращать внимания, когда у тебя столько опций там где-то отдохнуть и так далее. Плюс оказалось, что еда по талонам это не от недостатка продуктов, а наоборот, от огромного выбора. Дело в том, что на территории отеля, где проходит турнир, расположено аж 15 ресторанов с разными кухнями мира. Ты приходишь в любой и делаешь заказ по меню. Вот тебе пример. Вместо денег ты платишь талонами. Один талон равен 200 единиц из любого меню. В день на каждого игрока выдается по 4 талона. Завтраки, напомню, работают по принципу шведский стол и талонов не требуют. Соответственно, у тебя по 400 единиц на прием пищи. Этого вполне хватит для заказа двух стандартных блюд, чтобы наесться до отвала. Прикинь, у тебя на выбор 15 рейстиков с разными кухнями мира. В общем, по-моему, талоны это не минус, а большущий плюс. Так на них еще и алкоголь можно в баре покупать. Для вылетевших дотеров вообще сказка. Даже менеджер Спирит Корбен, любящий подмечать организационные недостатки, написал, что приятно удивлен. Да и практиц-комнату ребята оценили на максимальный пал. 10 на 10, ну, места много. Стул концептуальный. Дерево есть. Супер. Вообще, минусов не вижу. Из четырех минусов, которые я упоминал в прошлом ролике, остались, по сути, два. Нерегулируемые по высоте мониторы и долгие поездки в практицы. И то, и то терпимо. Если ты хочешь себе поднять моник, то должен подручный материал использовать. Также некоторые участники, вроде МИРО и ГПК, относят к минусам чиловую атмосферу. Неудачное место они выбрали от турнира. Даже тренироваться падает. Доту играть вообще не хочется. Делать ничего не хочется. Хочется просто отдыхать. Из-за огромных размеров отельного комплекса, ты еще и ни с кем не пересекаешься. Так что прям ланую не ощущается. Ну, не знаю. По-моему, это явно не тот момент, который организаторам прям надо устранять. Что там еще? Долгий медиадень? В два часа медиадень. Сидят, красят 20 минут. Фоткиемся 10. И потом нам говорят, типа, ну, на часик сипите. И потом еще шаттл ждем, типа, полтора часа. Или вот, тренажерный зал в отеле оказался не высшего разряда. 4 из 10 ставлю. Здесь нет, смотри, здесь нет турника вообще никакого. Нет турников, ни брусьев, ничего нет. Нормально. Ну, просто нет скамьи для жима, нормально. Что ты будешь делать? Короче, это уже начинает походить на какое-то докапывание до мелочей. Организация ивента 9 из 10. И пока что выглядит все в разы лучше того, что мы видели на последних двух интернешнлах. Перед тем, как говорить о результатах, стоит рассказать, с каким настроем поприезжали команды на этот мейджор. Половине участников очень нужны DPC очки, так что они потеют на максимум. Например, Наунс привезли на ивент собственного психолога, который помог им справиться с TSM во время регулярного сезона. Походу, ребята мои выпуски смотрят не иначе. Это, кстати, дало свои плоды. Наунс идут в группе очень достойно, но об этом чуть позже. Пока же, давай поговорим про остальные команды, ну, это которые уже точно прошли на Инте. Казалось бы, им на этом мажоре играть уже не за что, они могут чилить. Однако, как пояснил игрок Ликвид, скоро начинается интик от арабских шейхов. Так что из отпуска этот мейджор превратился в оплачиваемый буткемп высшего класса. В общем, не удивляйся, если условные гладиаторы, тундра или Ликвид будут пикать что-то необычное. Они просто так готовятся к предстоящему крупному туричу в Рияде. С настроем разобрались, теперь к матчам. Первый день определенно запомнился мировым рекордом. Гладиаторы и Квест устроили катку длительностью почти в 2,5 часа. Это самая долгая катка за всю историю мейджоров и, в принципе, всех турниров от Valve. Предыдущий рекорд эти ребята побили аж на 10 минут. Также, данный матч стал третьим по длительности за всю историю профессиональных ивентов. До рекордных 3,5 часов Старладдеровской катки с 2015 года им, конечно, далеко, но все же. Сам матч, кстати, по большей части был довольно скучным. Команды боялись заходить на рампу и большую часть времени вообще избегали друг друга. Ну да, по итогу они купили с десяток рапир, убили 13 рошанов, у Квест вообще трон голый стоял. Только все эти события настолько растянулись по времени, что смотреть их в лайве было как-то не очень. Еще хотелось бы подметить соло-килл Терзателя от Бобоки на течке. Эту фишку пару месяцев назад показал канал Дота Синема и вот она уже на профсцене. Второй день запомнился тем, что панды невероятно закинули катку против Наунс. Их Энигма, не качавшая Блэк Холл полыгры из-за вражеского Рубика, наконец-таки прокачала его перед заходом на ХГ. Панды были тут же за это наказаны. Мьера даже играет в агрессию. Мьера ластерского отбычка. Мьера в зоне Блэк Холл на треть секунды. Буквально Рубик, а Рубик, а у Хаски по мне. Как-то из видосов, но вот он идет просто, чтобы дать Рамзеса и фанка подожди. Буквально через минуту после этого Рамзес не прожал кнопки, когда раскрылся смок и умер за секунду. Словите, вот сейчас нажимается смок и это важнейший файк в игре, судя по всему. Хекс нажимается у нас. Да, посмотри, что происходит, они замерзают минус 20. После этого он выкупился, прилетел обратно в замес и отправился в таверну, опять не успев ничего нажать. Это было ГГ. Также отмечу игру Тундра ИДЖИ. Там на 40-й минуте у Эмбера была не одна, а целых две рапиры. Ну а в концовке игры был драматичный заход в трон. Они бьют трон. Эммон уже на троне противника. Андерлорд сможет вернуться. Остается голый трон. Прыжок от Эджиса. Скиттер на перекачке выбивается. Аегис, нельзя ИДЖИ идти в размер, придется здесь драться до конца. Появляется Лорлинг. Погаер, умер, без боя. Скиттер остается, пытается бить трон. Скиттер бьет трон. Бьет трон, но он один остался. После этого АйДЖИ сами моментально пошли в трон. Андерлорд Тундры решил организовать размен. Но Марфа застанили и он не смог прыгнуть в портал. Он продает Аганиму, продает что-то еще. Он летит на базу. Они прямо сейчас полетят. Они полетят. Поехали, портал на трон. Команда АйДЖИ. Команда Тундра уже там. Я хочу смотреть, что там происходит. Тундра в ней трон. Пытается перебить все команды, где все никого нет. Только один Андерлорд. Также под конец второго дня пришла новость, что Сакса заболел и пропустит весь мейджор. Его подменит тренер Тундры Ауи. Что за болезнь, ментальная или же физическая, не уточняется. Впрочем, ни луз на той карте от АйДЖИ, ни замена не помешали Тундре удерживать лидерские позиции в группе. Первыми здесь уверенно идут Ликвид. Четыре победы и две ничьи. Потом удивляют Бесткост, недавно заменивший Кейуан. Походу, парни решили отстоять свой прямой инвайт на Интик. Кстати, на третий день турнира, во время их матча за Спирит, всех игроков внезапно выкинуло из лобби. Так и продолжается Ларл, нужно еще уйти, ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну там Ба стоит, Блинк сбивается, ой, это даже... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вообще, Спирит тоже удивляют, правда не с положительной стороны. Из такой лайтовой группы они могут не выйти в Венера или даже не выйти вообще. Впрочем, я до турнира говорил, что ребята выступят посредственно. Пока что так оно и выходит. Замыкают группу А две команды из Юго-Восточной Азии. Ребеллиан же еще могут побороться за плей-офф, но пока все для них выглядит не очень. С группой Б дела обстоят интереснее. На первом месте идут квест Тамара Зефакера, проигравшие лишь одну карту за 5 серий. Сразу следом расположились Бэтбум. В их отношении мой прогноз вообще не сработал, и я только рад этому. Пока что Найтфолл и компания выглядят столь же мощно на лане, как и на Дримлиге. Кстати, центральным матчем третьего дня стало именно их противостояние с пандами. Там было много прикольных моментов, но наиболее яркий можно назвать вот этот байт от Пьюра на шмотки. Рамзес на это купился, прыгнул, забрал пару дешевых шмоток и за это умер. Гладиаторы идут по пятам Бэтбум, а вот за последний слот в сетку Венеров развернулась серьезнейшая борьба. Панды, LGD, Наунс, да они все показывают неплохую игру, отжимая карты у лидеров группы. И даже у Блиц Азу Рэй вполне себе есть шансы пройти в плей-офф. Если не в Венера, то в Узера так точно. Только ЕГЭ походу на этом мажоре уже ничего не светит. И еще хотел бы подметить забавный момент. Никс внезапно решил стать тревел-блогером и наснимал контента, не связанного с Дотой. Мы находимся на райском острове Бали. Блин, забавно, знаешь, типа такая локация. Вообще этот вулкан внутри вулкана. Всем привет, мы приехали на петушиные бои, супер андеграунд, движуха. Мы приехали на горячие источники, якобы самые лучшие на Бали. Не, ну ладно, хоть его основной контент, то есть стримы игр, от этого не страдают. Хотя стоп, еще как страдают, ведь по ходу путешествия Никс сильно заболел. Я жестко, жестко слег в определенный один из дней, пытаюсь сейчас останавливаться. Да и в целом, лично мне как-то смотреть на путешествие от Дота-стримера не так интересно. Что ж, надеюсь, это только первый блин вышел, так сказать, комом, и дальше будет только лучше. Параллельно с Балийским Мажором в Европе развернулась своя драма. В решающем матче второго дивизиона деды из Никмы обыграли дедов из Альянс. Это означало две вещи. Во-первых, Альянс настолько скатились, что вообще вылетели из ДПС. Бывшему чемпиону Инта-С4 оказался не по зубам второй дивизион. Вот это номер. Зато еще один экс-чемпион Кура победой над Аликами обеспечил себе переигровки за выход в высшую лигу. Напомню, там его ждал Дахак со своими левелапами, а также экс-монаспа. И что я должен сказать, в решающий момент Дахау сыграл на Верочку. Две педантичные катки на Наги, обе по часу. Обе с небольшим количеством киллов и перевесом в более чем 50 тысяч по золоту. Да, смотреть как Дахак пылесосит всю карту и давит за счет оверфарма было скучновато. Однако, согласись, своей цели он добился. Первый дивизион Европы и топ-посев на Интовских квалах. После матчей Дахау впервые за долгое время отдал о себе знать в соцсетях. Прошли первый див, хоть и не без проблем, но какие-то промежуточные успехи есть. Далее Дахак пояснил, что это лишь первый шаг на пути к его главной цели. Самое главное, конечно, не первый див, квал на Инт. Мы где-то в верхней сетке. Причем это не пустые слова, он реально верит в силу своей команды. Самое главное, это прогресс, что у нас он есть какой-никакой и потихоньку движется вперед. Если так продолжится, то за два месяца можно многое сейчас сделать для подготовки к Интквалам. В конце Дахак поясняет, что пропал из медиаполя как раз таки для того, чтобы достичь своей цели. Сори, что достаточно редко какие-то новости обновляю. Полностью забил на стримы. Таковаться на более сконцентрированные работы, чтобы не отвлекаться ни на что лишнее. Короче, стримов от Дахао в ближайшее время ждать не стоит. Он решил посвятить всего себя одной цели, попасть на The International. Ну а давай вернемся к текущим событиям, а именно в развязку второго дивизиона DPC. После поражения от Level Up, Нигма и Монас поиграли решающую карту за последний слот в высшей лиге. Коллектив Кура в этой битве оказался сильнее и, как и Нави, вернул себе вместо среди элиты. И представь себе, драма на этом не закончилась. Во время одного из пабов, когда кто-то начал рофлить про GH в Volt G, Сеп заявил следующее. Причем закат тега случился не из-за ухода Арамиса, о котором я недавно рассказывал. Другими словами, изначально диды думали, что есть еще порох в пороховнице. Они считали, что спокойно смогут выйти в первый див и уже там тягаться с мировым топом. Однако за три сезона и несколько кардинальных смен состава им не удалось зайти даже в топ-3 второго дивизиона. Плюс Себа наверняка позвали в основу OG для игры на интовских квалах. И он наверняка согласился, понимая, что с Old G пройти шансов на инт, да еще и по узерам, практически нет. На фоне всех этих новостей, Нован вернулся к своей старой роли, то бишь на мид. А сделал он это тильтой полной безысходности. Причем началось все еще год назад, когда Анунчик поссорился со своим лучшим другом Соло. У нас был просто сильный конфликт, мы по-разному видели игру, по-разному видели построение команды. Если помнишь, они тогда вместе в Na'Vi выступали и не смогли пройти на инт через квалу последнего шанса. Все еще, помню, тогда поражались, как Соло сидел и тупо молчал во время каток. Он закончился тем, что у нас развалился состав. Мы поехали на International, не будучи уже коллективом. Вернувшись с Инта, Нован конкретно так приуныл. Он зашел в тупик и решил обратиться к Себу за советом. Я просто написал ему спросить совета по карьере, потому что он был в такой же тяжелой ситуации давным-давно и просто решил не узнать. А он мне сказал, что состав собираем, нам Керри нужен. Другими словами, в Олд Джи Нунчик попал исключительно благодаря Себу и вере в него. Сейчас же этот самый Себ уже сам не верит в состав и илевает к молодняку. Естественно, Ноу Ван это откинуло к послеинтовскому состоянию. Да и он сам говорит, что не видит ни единой команды, где почувствовал бы мотивацию катать по-настоящему. Я не вижу ни одного состава, куда можно было бы залететь. Даже в состав, в котором я бы имел мотивацию сидеть, играть, тренироваться, а не просто надеяться на лучшее. Ты скажешь, мол, решение очевидно. Собирай свой состав из свободных агентов. Только со многими из них, как и соло, Ноу Ван играть не будет. Вот тебе, например, ситуация с Генералом. Генерал, с ним невероятно трудно вообще коллектив было построить. Он прикольный чувак в жизни, но это, наверное, один из самых странных тиммейтов за мою карьеру. Когда ты вчетвером доказываешь человеку, даже не доказываешь, а объясняешь, как правильно сделать плей. И у всех это очевидно на одном листе, а этот чувак просто разворачивает другую сторону, говорит, ну мне похуй, играйте на меня, все. Как можно с ним построить хоть какой-то типа диалог? Скилловый чувак, но башкой не думает, просто не анализирует ситуацию. Или вот, например, недавно же Resolution залетал в Old G, с ним тоже не пошло. В нашем понимании, типа, Резоль не говорил много, нам хотелось бы, чтобы условно тройка, которая у нас в команде, чтобы она вела игру. Он этого не делал, и у нас из-за этого очень много проблем было, мы играли как олухи. Вообще, у меня складывается впечатление, что Ноу Ван не хочет видеть проблему в себе. Resolution, выступавший в финале прошлого инта, играет неправильно. Сулыч, собравший панты и вывевший их на инт, понимает доту неверно. И только сам Ноу Ван на кэрре исполняет достойно, просто с командой не повезло. Очевидно, возвращение в мид это попытка что-то поменять, вот только не поздно. Valve, как и в прошлом году, решили устроить конкурс на получение права освещения Интернешнала. Все желающие студии могут подать свою заявку с указанием бюджета, списка талантов и так далее. После этого Valve сядут и выберут наиболее подходящего им исполнителя. Напомню, что в прошлый раз компания Fissura, они же Bad Boom, выиграли в этом тендере с помощью денег. Они банально выкупили права на квалу последнего шанса и групповой этап. После они собрали своих ребят в студии в Армении и кастили на каналы Bad Boom. На плей-офф в Сингапур талантов звали уже сами Valve, стримы были тоже их. Соответственно, освещали группы плей-офф совершенно разные люди и даже разные компании. Как будет в этом году, пока непонятно. Не исключаю, что будут проданы права вообще на весь Интернешнл. Судя по документу, опубликованному Valve, они еще и сами не решили. Смотри, они пишут, что выбирают между тремя вариантами. Первый полностью удаленный продакшн, когда в Сиэтл везут только пару контентмейкеров. Это вот в таком ключе работала Fissura. Потом продакшн на месте, это когда в Штаты привозят вообще всех. Собственно, так было на всех ранних индиках, это когда я еще ездил контентмейкером. Ну и третий вариант гибридный. Студия аналитики на удаленке, а комментаторы и контентмейкеры в Сиэтле. Причем Valve просит предоставить план реализации всех этих вариантов. Ну а ты что скажешь, если Valve продадут право освещения Инта Фиссуре или тому же Парагону? Или может быть им стоит приглашать талантов по старой схеме? Ну то есть самостоятельно и с учетом кумовства. Пиши в комментах, я как обычно почитаю. А, и раз уж я вспомнил этот документик от Valve. В одном из пунктов они спалили полное расписание Интернешнала. И должен сказать, унылищая система с перерывами, придуманная в прошлом году, осталась без изменений. Смотри, сам Интик будет идти только по выходным. Вот, пять дней паузы между группами и плей-офф, а потом еще пять дней перед финалами. Более того, на стадионе Climate Pledge Arena, она же знакомая нам Key Arena, будут играть только финалы. В прошлом году до этой стадии дошло лишь четыре команды. Думаю, в этом году планируется то же самое. Короче говоря, большинство команд даже не прочувствуют атмосферы турнира и рева трибун. И ладно, это еще не так влияет, но ведь паузы на игру влияют очень сильно. Раньше кто-то мог поймать кураж и пройтись на нем до финала, а сейчас в перерыве просто остынет и, как говорится, гг. Уверен, многие из вас забыли, но я еще в декабре, когда абсолютно все ныли по поводу этой системы, говорил, что Valve пофиг. Точно так же, как пофиг им и на то, что сегодня получить визы в Штаты очень сложно, особенно молодым россиянам. Досадно только, что праздник Доты длиной в две недели превратился в несколько несвязанных между собой уикендов. Причем в первый играется миллиард матчей групповой стадии, а в последний лишь четыре матча финалов. Факт дня. Морф был в пике или бане абсолютно на каждой карте первого дня балийского мейджора. При этом у винрейт составил 62%, что не так жестко, как 80% медузы, но все же.